Сегодня американцы хотели бы, чтобы весь мир расплачивался за их империю. Кем бы мы ни были, как бы мы ни назывались, какой бы ни был государственный строй, идеология, политическое устройство, демократия, не демократия, им наплевать. Мы для них противовес. Гитлер не мечтал о том, что сделают Соединенные Штаты Америки современным миром. Но, может быть, вы задаете коренной вопрос исторического момента. А какая там, может быть, идея, которая может объединить всех от Кремля до деревни Простоквашино? Справедливость. Самое главное, мы сейчас выступаем единым идейным фронтом. Мы предлагаем мир. Вадим, рад приветствовать. Какие события, на Ваш взгляд, последнего времени были определяющими для состояния безопасности Восточной Европы и Беларусь в частности? Ну, если начать с Беларуси, то это, конечно, первое. Политическая воля нашего президента на защиту национальной безопасности нашей страны, она не сгибаема. Это фактор, политический фактор. И даже сегодня уже геополитический. Второе, это братская помощь Российской Федерации. Совместная белорусско-российская группировка, которая теперь располагается на нашей территории. Ну и третий фактор, очень важный, с моей точки зрения, как поясняется, не только с моей. Это возможность размещения на нашей территории ядерного, оперативно-тактического для начала, а потом, может быть, и стратегического вооружения Российской Федерации. Де-факто мы становимся ядерной державой. Мы входим в этот, да, как бы, клуб ядерных держав. Де-факто. Де-юры нет, потому что это, как бы, располагается российское оружие, а не наше. Но фактор, факт остается фактом, да, как говорится. И сегодня уже кто строит какие-либо козни против Республики Беларусь, этот фактор не может не учитывать. Просто-напросто, потому что он смертельно опасен для них. Конкретный, так скажем, договор между двумя президентами, Лукашенко и Путиным. И Путин отразил, так скажем, да, самое главное, то, что мы сегодня одно целое в сфере безопасности. Это было еще заявлено в августе 2020 года Российской Федерации, что любое нападение на Республику Беларусь изменили, изнутрили, кстати говоря, будет рассматриваться Российской Федерацией как нападение на самое себя, на Российскую Федерацию. Это высший уровень союзничества. И он действительно сегодня достигнут, и он является важнейшим фактором, вот даже в региональном смысле. Он сдерживает те амбиции, те авантюристические планы, которые есть у Запада по изменению территорий, границ, соотношению сил в нашем регионе. Это один из скорогольных камней сегодня, который удерживает мир от ядерной катастрофы. По вашим наблюдениям, если брать за точку отчета начало СВО, за это время изменились ли линии поведения основных игроков, если попробуем их перечислить. То есть Россия, Запад, ну Запад коллективный, наверное, да, потом Китай, страны Азии, наверное, которые не Китай, больше арабский мир, да. И вот сейчас заявляет о себе Африка, например, последняя инициатива ЮАР, например, о мирном регулировании, ну, чего от них, наверное, мало кто ожидал. Ну, я вам так скажу, что, в принципе, эти процессы давно назревали. Ну, не может быть мир монополярным. Это по определению. Хотя, это идея фикс всех американцев. Там, начиная, там, с этим, Байдена, да, Кандализа Райс, и даже, как бы, здравомыслящего Генри Гиссингера. Если вы почитаете его знаменитый труд, основополагающий, ставший уже классическим, дипломаси, дипломатия. Вот там, ну, берет, как бы, такой очерк всей истории, да. И он везде доказывает. Главная его мысль заключается в том, что многополярность всегда ведет к войне. А вот однополярность всегда успокаивает всех, наводит порядок. И сегодня Соединенные Штаты Америки должны навечно остаться этим единственным полюсом. Сегодня американцы хотели бы, чтобы весь мир расплачивался за их империю. Они глобальную империю создают, и, значит, в случае чего, будем все рассыпаться. Вот сейчас назрел дефолт, да? Значит, он... Да, но что он сказал? Замечательный президент Соединенных Штатов Америки. Если у Америки будет дефолт, у всего мира будут проблемы. То есть, за все наши дела будете отвечать вы, грубо говоря. И расплачиваться вы. Но мы и так уже во многом расплачиваемся. Поэтому весь мир не хочет расплачиваться. Не хочет расплачиваться за американскую монополию. И он давно стремился к этому. И много поляра не раз звучало, как идея. Скажем, да, это вот эти Шрёдера вспомним, да, Ширака и так далее, и так далее. На рубеже 2000-х годов. Потом их всех убрали, как ненужных, да, и так далее, и так далее. Вот сейчас преследуют, в том числе того же Шрёдера, жену Шрёдера, за то, что она пошла в посольство России. На 9 мая. И тут же уволили, без всяких объяснений. И даже пропечатали в газете. Вот, но это всё попытка услужить американцам, бездумных людей. А что будет ждать, да, ту же Германию, ту же Францию в дальнейшем, если США потерпят крах? Вот африканские страны, в том числе, они давно боролись за свою независимость. Вот 61-й год, это был год Африки. И тогда более десятка государств в этот год одновременно в Африке обрели независимость. Потом были очень сложные времена, но сегодня пришли к тому моменту, когда эти государства отлично знают, что такое Америка, что такое американский или будет другой империализм, и что с этим нужно бороться. Только силёнок у них нету. Понимаете, в чём дело? Они из бывших отсталых государств перешли в развивающиеся, и как им бороться с бывшим митрополием? Раньше была надежда на Советский Союз, и Советский Союз действительно помогал. Я сам помню те времена, когда представители Африки, арабских государств, и так далее, и так далее. Вот маленький пример. В быту какой-то студенческая аудитория, грубо говоря, курилка. И один из наших советских студентов взял и брякнул анекдот про Брежнев. Ну, как бы для нас было понятно, все посмеялись над Ильичем. Я тут был поражён. Один из арабов как набросился на него. Как ты смеешь на этого великого человека? И, может быть, он был прав. Потому что для них, для арабов, для африканцев, Брежнев, Советский Союз, Советский народ, белорусы, россияне, это была единственная надежда, что они смогут вырваться из колониальной зависимости. А потом, бац, Горбачёв разваливает СССР. Что им делать? Они легли, затаились, ещё чего-то, стали услужать, где-то прикидываться и тому подобное. И дождались 30 лет, прошло, произошло то, что неизбежно. Российская Федерация, сначала, давайте назвать лишним номером, Беларусь поднимала постоянно этот голос. Суверенитет, независимость, самостоятельность, и т.д. Но, опять же, ресурсы у Республики Беларусь не велики для того, чтобы на неё надеяться всему остальному миру. Китай вёл себя очень сдержанно. У нас уже мы этого коснулись, да? Он тоже выплывал в каком-то... Политически, но экономически. Да, экономический рост. Да, он очень активно. Проникал туда, очень активно в Африку, понимая, чего там заложено в этом африканском континенте. Но делал это очень осторожно, не заявлял свои амбиции. И вот, когда мы стали строить союзное государство, объединились Беларусь и Россия, в 2011 году были две статьи и Путина, и Лукашенко в газете «Известий». Тут же американцы среагировали. Хиллари Клинтон, тогда госсекретарь США, бэмс, кулаком своим, да, или кулачком, или что там у неё, заявила, мы не допустим восстановления Советского Союза. То есть мы для них, в любом случае, Советский Союз, кем бы мы ни были, как бы мы ни назывались, какой бы ни был государственный строй, идеология, политическое устройство, демократии, не демократии, им наплевать. Мы для них противовес. Мы для них та точка приложения, надежда другого всего остального мира, которая будет объединяться вокруг нас. И как только вот это противостояние перешло в активную фазу, вот с 2011 года, смотрите, 2013 год, на Украине переворот. Ну в 2013 началось, в 2014 произошло. Затем усиление, накачка Украины вооружениями, тихой сапой, потихонечку, смею вас заверить, все эти вооружения, которые сегодня там заявляются, давно уже туда привезены. И даже те же самые ракеты с Том Шеру, которые якобы сейчас только появились, значит, смею вас заверить, каждый из них стоит немало денег. Это британские ракеты. Да, британские ракеты, которые сейчас они уже применили по Луганску. Они дорогие. Их доставка не в обычных вагонах происходит. Это целая специальная операция. Там работают секретные службы, чтобы никто не взорвал, чтобы никто не проследил и так далее, и так далее. Это за неделю не привезешь. Даже современной войной логистики надо обходные пути. То есть я еще раз говорю, это была целая операция, которая осуществлялась давно. И когда Россию вынудили, Россия все надеялась, что вот она предъявит какой-то, значит, ультиматум или какое-то там предложение сделать. Помните, это путинское предложение. Дайте нам ответ. Письменный. Помните, да? Письменный. Нюанс. Да, потому что с Горбачевым уже имели дело. Там обещали, что НАТО не будет расширяться. Но все это было устно. То есть это в воздух ушло. Поэтому Путин требовал какого-то письменного ответа. Где-то напомнило ситуацию. Перед Второй мировой войной, когда Ворошилов вел переговоры с Англией, в Москве, которые длились полгода. И которые, Настя, о совместном противостоянии Гитлеру. И когда уже Ворошилов не выдержал в конце июля месяца, и сказал, слушайте, господа, объясните нам, объявите, пожалуйста, вы намерены хоть что-нибудь подписывать? Они сказали, ответ был такой, мы должны посоветоваться с Лондоном. Ну все, извините, до свидания. И на следующий день был подписан тот самый знаменитый пакт, который на самом деле нам спас ситуацию. Он дал нам два года передыш. Но в данном случае речь не о пакте идет, а о том, что Путин предлагал, дайте опять же, наконец, ответ. Вы собираетесь действительно поддерживать мир? Или вы готовитесь к войне? И каков же был ответ? Они не сами ответили. Они же не отвечали. Никакого письма не было, никакого заявления Байдена или кого-либо или еще. Они подослали на Церлах вот эту вот шушеру, да, господина Зеленского, который, значит, на Мюнхенской конференции заявил, дайте нам ядерного оружия. Все стало ясно. Если Украина требует ядерного оружия, а как она вообще может что-то требовать? То есть ясно, что ее науськали. Иди, пойди, скажи. Иди, пойди, заяви. Он взял и брякнул. Значит, это заявление самого Запада, что он готов идти на ядерную войну. И тогда стало абсолютно понятно, что ядерная инфраструктура приблизится к России на 600-700 тысяч километров. То есть, грубо говоря, пистолет ядерный поставят у виска Москвы. Все. Оставаться в этом положении было просто смерти подобно. Что и заставило Российскую Федерацию предпринять... Да, мы понимаем, что защищать своих русских на Донбассе, это тоже верно. Но угроза стала не только для этих людей, которые 8 лет страдали от украинских националистов и нацистов, а угроза для самой России. А исчезнет Россия, та же Африка, та же Азия, тот же Китай. Он останется один на один с Соединенными Штатами Америки. Африка, Азия, они сразу отвалятся. Им сразу кранты перекроют. Смотрите, даже Саудовская Аравия, Катар, ближайшие союзники, на территории которых расположены американские военные базы уже многие годы, которые отдают львиную долю своих прибыли американским компаниям. Даже они решили дистанцироваться от Байдена от США, потому что они понимают, мир, в котором победит Америка Россию, это, грубо говоря, для них всех, кто останется в живых, ничего хорошего не обещает. Они превратятся в рабов, в бедуинов. Это им совершенно не улыбается. Они уже посмотрели на другой мир. И поэтому они тихонечко, не заявляя иногда, не тряся флагами, начали приближаться в сторону России, Китая, Россия. Сегодня действуют через Китай. Но Китай уже ближайший союзник Российской Федерации. Стало быть, когда Китай налаживает контакты даже между суннитами и шиитами, представьте себе, чего нельзя было предположить раньше. Это о чем говорит? Это о том, что эти арабы плюнули на свои внутренние дрязги, которые им всегда мешали жить. Вы помните, Саддам Хусей, Башарас, еще его отец и так далее. Сирию вернули в Лигу Арабских государств. Да! Сирию возвращают в Лигу Арабских государств. После десятилетия. Ее выгнали оттуда с 2011 года. А это что такое Сирия? Я вам скажу, что Сирия, сначала был Египет, он составлял основную силу арабских государств. Да, вот как бы это движение Насара. А потом, когда ушел Насар, Египет стал, грубо говоря, сепаратным государством, которое договорилось с Израилем. Да, вот этот Кэмп-Дэвидский договор. Грубо говоря, предатели. Их оттуда выгнали, Египет. И осталась одна Сирия. И она урегулировала вопросы, в том числе с помощью своей военной силы. И в Ливане, и в других вопросах. Она сдерживала аммерикано-израильскую агрессию, как это тогда называлось, в Востоке. И выгнать Сирию из Лиги Арабских государств, это значит оказаться вообще абсолютно без стержня. А потом и саму Сирию, да, почему ее выгнали? Все же логично. Давайте вспомним о совпадении одиннадцатый-двенадцатый год. Выгоняют Сирию, да, и тут же начинается в Сирии государственный переворот. Зачем? Почему выгоняли? Чтобы арабские страны не поддерживали. Чтобы нигде было даже формального повода вмешаться. И оставить Сирию один на один с этим ИГИЛ и Соединенными Штатами Америки. Все эти страны оживились сегодня, потому что для них наступил последний решительный бой. Они это понимают. То есть, если сегодня сдадут Россию, если они ее не поддержат, как они могут поддержать, то тогда, извините меня, мы, Гитлер не мечтал о том, что сделают Соединенные Штаты Америки с современным миром. Это будет, ну, я даже не буду живописать эту историю, она требует какого-то, знаете, библейского слога про Содома и Гоморру. Вот и все. А Господь, Бог, ну, я думаю, все-таки защищает нас, и белорусов, и россиян, потому что, действительно, мы, государства, которые несем традиционные, сохраняем и несем традиционные ценности. И выступаем за суверенитет, мы уважаем других. Мы никогда не болели расизмом, как Соединенные Штаты Америки. Мы не завозили 15 миллионов негров, да, из Африки к себе рабами. Мы не уничтожили 25 индейцев, да, говоря о том, что красный, хороший красный, это мертвый, да, красный. Что белые занимались снятием скальпов, как дикари, и зарабатывали по 12 долларов за мужской, 8 за женский, там, и 2 за детский скальп. И это государство, дядя Сэм, выплачивало за это деньги. Вот с каким государством мы имеем дело. И с того времени прошло не более двух столетий. Извините меня, я что-то не заметил, чтобы сильно изменилась мораль американского государства. Поэтому сегодня бой идет действительно за жизнь или смерть всей цивилизации. Мы опять защищаем всю цивилизацию. И опять белорусы и русские. Мы стоим на страже. Вместе теперь, слава богу, с Китаем, потому что это замечательно, что у нас сегодня сложились стратегические отношения с Китаем. Во многом мы проиграли вот тогда, когда Хрущев поцапался с Мао Цзэдуном. Может быть, даже специально. Мы сейчас не будем исследовать Хрущева, очень много последствий его действий вредных осталось. И если бы тогда не разрушался союз СССР и Китайской Народной Республики, мир был бы сегодня другим. Вот этот запрос на справедливый мир, он же действительно сформировался не сегодня. Конечно. Какое-то время удовлетворял каким-то опять же требованиям этого запроса Советский Союз. Да, был противовес, но и вместе с тем он показывал как можно под руку. Насколько вот этот запрос, который зрел и формировался в мире, подтолкнул в том числе и Российскую Федерацию подобном действии. Запрос на справедливость? Может быть вы задаете коренной вопрос исторического момента. На самом деле. С моей точки зрения, с точки зрения и вашего, любого нормального человека, без справедливости жить нельзя. Я понимаю, что она не может быть на все 100%, но общее ощущение того, что ты живешь в справедливом обществе. Ну вот вы хорошо работаете, вы хотите достойную оплату, чтобы вам премии давали, награды и так далее, эфиры и этому опыту. Так же и я, любой нормальный человек. Я вложил, я хочу получить за свой труд. Не за то, что у меня фамилия такая, не за то, что мне кто-то позвонит, дзынь и скажет, ну-ка поставь его и так далее. Или за то, что у меня папа Ротшильд или Рокфельд и мне вообще открываются все двери. Я принадлежу к 2%, которым принадлежат 83% мирового богатства. Вот не за это, а за человеческие ценности, за то, что за общественную пользу. В этом и есть основная социально-политическая справедливость. И ее сегодня нету, конечно. Потому что, как это и было раньше, вот 2% людей в мире. Смотрите, какая странная параллель возникает. Вот в Соединенных Штатах Америки, значит, там лет 7 назад было движение Occupy Wall Street, да, когда вот, значит, там, то есть, оккупируя Wall Street. На Wall Street стояли люди простые, в том числе миллионеры, что меня больше всего поразило. И говорили, вас 2%, а нас 90%. То есть, они отлично знают об этом соотношении и количество людей, и накопленных богатств. То есть, 2% обладает 90% национального богатства, созданного всеми американцами. Та же параллель, та же пропорция и в мире. Значит, это семерка, якобы, G7, да, больших государств, им принадлежит по самым большим подсчетам 11% населения. Но из этой G7, давайте так, мы легко можем выкинуть Италию, да, еще какие-то государства, которые туда просто попали, Канада, значит, реально там США, Германия, Япония, может быть, еще Франция была. Вот 4 государства, значит, это где-то 5%, а им принадлежит 70% мирового богатства. Всех стран, всех государств. Значит, это просто-напросто власть богатых над бедными. И это несправедливо. И наш президент, когда выступал на Генеральной Ассамблее ООН, помните, он об этом говорил, что вот эта бедность, вот это соотношение, диспропорция и порождает все основные конфликты. Во-первых, порождает, потому что богатые оборзели, обнаглели и могут любого содрать, потому что я сильный. Помните, как там Божь говорил, если вы не разделяете наши ценности, мы к вам прилетим с бомбардировщиком. Вот и вся мораль. Такие бедные, им надо куда-то деться, кинуться и так далее. Вот давайте просто маленький пример. Палестинский народ, он уже 50 лет лишен государства. Там нет производственных мощностей. Куда этой молодежи деваться, где они могут зарабатывать? Им единственное, что остается, понимая несправедливость положения, бороться с этим, браться за автоматом и так далее, искать какие-то деньги. То есть, с обоих сторон плохая жизнь, потому что между ними есть диспаритет, как бы мы сказали, диспаритет цен или имущественный диспаритет. Поэтому сегодня в Российской Федерации тоже, как и в любой другой стране, есть запрос на справедливость. Тем более, посмотрите на просторы Российской Федерации. Эту страну нельзя удерживать с помощью только, ну, грубо говоря, вместе, с помощью каких-то бюрократических мероприятий, с помощью жесткой президентской власти. Этой стране нужна идея. Идея, безусловно. Вот на примере России мы это понимаем. Только идея объединяет. Она может сгладить какие-то вещи, когда что-то такое объединено, чем-то. А какая там, может быть, идея, которая может объединить всех от Кремля до деревни Простоквашино. Справедливость. Да, в Простоквашино живут не так, как в Кремле, но это справедливо, потому что они просто за земли пашутся. Но они получают то, что им положено. Им не на что обижаться. Они живут не хуже. Они могут поехать в город, пойти в театр и так далее, и так далее. У них должно быть телевидение, газ и тому подобное. Они не должны отличаться друг от друга. Вот то, о чем президент у нас в стране, в более маленькой, постоянно говорит, чтобы не было диспаритета между сельскими и городскими жителями. Тогда мы все будем ощущать, что государство, ну грубо говоря, что мы нормально живем, что мы нормальные люди. И нам будет что-то ощущать. Ну вот, понятное дело, что большинство государств мира, естественно, смотрят на Россию. Ну, во-первых, исторически это так сложилось. Раз. Второе, действительно большое, большое государство. Но Беларусь, как мне кажется, вот может быть отличным примером того, как может быть устроено действительно социальное государство. Я вот всегда говорю о том, что в этом... У нас тоже есть свои сложности. Нельзя говорить, что у нас идеально. Не бывает ничего идеального. Да, но в целом для большинства государств мира это может быть хороший пример. Я хотел бы сейчас просто вот даже в нашем тандеме Россия-Беларусь, да? И для России, кстати. Да. И для России. Я об этом хочу сказать. Вот смотрите. Маленький пример. В 2003 году наш президент, мы сейчас говорили с вами об идее. В 2003 году наш президент первым из всех стран после эпохи де-идеологизации, когда нам навязывали откажитесь от этой идеологии, да, и так далее. В Российской Федерации в Конституции запретили, сейчас об этом уже начинаю говорить, как о нонсенсе. В 2003 году сказал, давайте выстраивать идеологию и идеологическую вертикату. Даже идеология пока еще не сформировалась, да, она как бы более естественная. Но без каких-то идейных посылов, без каких-то объединяющих скреп, да, мысленных, смыслов, как сейчас говорят, нельзя объединить даже такое маленькое, да, государство, как Республика Мелоруссия. Мы должны быть объединены общей идеей. Какое стремление, какое его процветание, какими методами, какими целями. Сегодня Российская Федерация тоже потихоньку, спустя 20 лет, к этому приходит. Вот послушайте, значит, Путин, он говорит, нам нужна идея, да, нам нужна идеология победы, нам нужна, он еще говорит, о социальной ответственности, капитала. Да, он в большей степени пока либерал, но надо понимать, что и машина у него, да, грубо говоря, это государство, махина, под ним гораздо больше, гораздо больше слоев людей, да, бизнесменов, и так далее, которые привыкли жить по-ельтински, да, и вот постепенно вползают в эту новую историю, где должна быть социальная справедливость в Российской Федерации, в том числе, как главный флаг, как главное знамя. И это неизбежно, потому что вот сейчас, вот СВО, чем оно хорошо, всегда, когда гибнут люди, это плохо, но чем хорошо, она, как всякая военная ситуация, как всякий стресс для организма, она, во-первых, подтягивает иммунные силы организма для борьбы, а во-вторых, показывает, в чем основная суть, в чем сила этого общества, и сила российского общества, опять же, в идее, в какой-то глубокой Дмуртии, там, Башкирии, Карелии, в Саратове, в Волгограде, простые люди, идут в добровольцы, не за деньги, они уже там воевали, и только сейчас нам объявили, там, 240 тысяч, там, оплату, они шли туда, именно добровольцы. А посмотрите на Донбасс, это обычные шахтеры, я их хорошо знаю, многих, да, был знаком в свое время, 30 лет прожил на Украине, и на Донбассе бывал много, знаю, что это за народ. Да, они иногда, грубо говоря, вот они совершили ошибку, вот в свое время, в Киев приезжали именно с Донбасса шахтеры, и скидывали советскую власть, как бы там, как и в Москве, стучали касками, там, потому что зарплаты не было. А зарплаты не было, по одной простой причине. Вот мой отец в Госплане СССР занимался, в том числе, и шахтерами, да, шахтерской, так вот я вам сообщаю, секретные данные, которые были тогда известны только моему отцу, и даже в ближайшем окружении. С 78-го года вся угольная промышленность Донбасса была убыточна. Она жила на дотациях от остальной промышленности. Потому что, почему? Потому что надо было все лезть глубже и глубже. Это все дороже и дороже. Поэтому шахтеры при капитализме выжить не могли вообще. Они сжили за счет советской власти. Ну, в многих странах, там, в Польше, в Англии, мы же видели все эти шахтерские волнения. И заканчивались ничем, потому что все это, они сжили банкротились. И Тетчер не зря приватизировал, чтобы вспихнуть этот, а сегодня нет там, как говорится, майнер, ну, вот этих самых угольно-добывающей промышленности в Великобритании. Она везде уходит. Но шахтеры это вот тогда не поняли. Они думают, сейчас придет хозяин. И ведет порядок. Да, и ведет порядок. Как ему на уши так, сновешивали эту лапшу. И что, пришли хозяева, и они все подлезли в копанки. То есть, шахты закрылись, и они сами там с мешками, как в девятнадцатом, каком там девятнадцатом, наверное, двенадцатом, пятнадцатом веке за этим угольком. Сколько там задавилось в этих, да, частных копанках шахтеров, никто и не знает. И они жили как рабы. Ну, у них хотя бы было что? У них хотя бы была память о Советском Союзе, о том, что они великие наследники победителей, и так далее, и так далее. Когда к ним пришли, скажите, вы еще и неправильно жили, ваши деды придурки, не за тех воевали, давайте становитесь фашистами. Вот тогда они уже сбунтовали. Потому что полнейшее нарушение справедливости. Они понимали, что в девяностые годы они сами совершили ошибку, помалкивали. Но то, что им сейчас навязывали, они это не приняли. Вот и вся суть, да, как бы простого народа, который сейчас восстал против. С какими знаменами, посмотрите, не начали воевать? Это знамена победы советской армии, Красной армии еще тогда. Какие они восстанавливают памятники, только завоевав, вернув государство? Ставят памятники Ленину. Донбасс переименовывают, Сталин и так далее, и так далее. Это не значит, что они сталинисты. Но они помнят, что именно тогда было величие этой страны. Но им нужны символы. Символы, да, символы, идея нужна. Ироличного прошлого, безусловно. Поэтому, а что касается Беларуси, мы заявили о социальной ориентированности государства. Я уже много раз это объяснял для всяких различных аудиторий, чтобы мы понимали. Это мое частное мнение. Наш президент мне в этом не признавался. Но я глубоко убежден, что он вот эту формулировку предложил социально ориентированное государство, просто потому, что в тот момент сказать социалистическое было смерти подобно. А вот смотрите, простую вещь вам скажу. Вот Милошевичу, да, Югославию, задавили только по одной простой причине. Не потому, что там... Вообще хотели сначала Албанию придавить. Давайте просто историю вспомним. Сначала Албанию стали обвинять, что это фашистский режим, потому что там с Серпом и Молотом тоже бегали. Вот. Но потом переметнулись на Милошевича. Почему? Потому что он остался последним руководителем страны, одновременно руководителем социалистической или коммунистической партии в Европе. Вот его и нужно было закончить. Поэтому мудро поступил наш президент, он не заявил, да, грубо говоря, не подставился, что вот мы социализм строим. Да и сейчас, может быть, это еще идея, да, не сформулирована, да, какой социализм, новый там или какой-то еще. Но то, что социальная справедливость в основе социалистической экономики и государства, это абсолютная правда. И поэтому, когда мы говорим о социальной ориентированности нашего государства, мы должны понимать, что это ориентированность на народный интерес. Потому что если мы говорим слово социум, просто социум, то это все вообще, да, и олигархи, и богатые, и бедные, и бомжи, они все составляют социум. Мы же не можем на них на всех ориентироваться, да. Скажем, бомжам мы говорим, ребята, там с элитунианцами, идите работайте, да. Богатым мы говорим, слушайте, вы слишком много, а ну-ка платите, да, налоги, и так далее, и так далее. То есть, разные отношения, а кто является сутью, центром приложения и, грубо говоря, заботой государства. Трудящиеся люди, простые люди, трудовой народ. И вот именно эту идею мы раньше начали, мы ее продвинули, и мы ни в коем случае не должны ее выпустить из рук. Рано или поздно Россия обратится к нам. Друзья, братья, ну как у вас? Да уже сейчас многие россияне смотрят. Так нет, что обратиться, вы посмотрите на последнее, ну, во всяком случае, последнее время действия властей экономических даже Российской Федерации. Ведь очень многое просто вот как под копирку то, что делалось у нас там несколько лет назад. Это делается сейчас. В условиях войны, военной операции, да, и это несколько разные условия, может, поэтому еще и Путин, он всегда отличается таким последовательным, эволюционным путем. Он очень сдержанный человек. И если бы, скажем, в условиях военного времени, да, то надо было точно проводить мобилизацию всей экономики. создавать мобилизационную экономику. Надо было создавать ГКО, Государственный комитет, обороны там и так далее. Все от этого пошло бы. И тогда все эти предприятия, в том числе, да, можно было бы и приватизировать. Если вы плохо работаете, не поставляете, забираем, то есть не приватизировать, а национализировать. То есть проводить социализацию экономики. И если будет серьезный конфликт, вы меня, не дай бог, конечно, чтобы вы могли возможность меня проверить, но если это произойдет, увидите, вот все эти методы, о которых мы сейчас с вами говорили, социализации, да, или советизации, или белорусизации, управления, жесткой вертикали, они будут тут же применены на территории всей Российской Федерации. Вот это одна из причин, почему затягивается СВО в расстоянии года. Потому что быстро, вот в условиях, да, капиталистической экономики, этой, которая еще носит на себе оттенок либерализма, да, прежнего, очень сложно вот провести эту мобилизацию, потому что даже частные лица, бизнесмены, вот скажем, наш с вами коллега Соловьев, да, говорит, вот мы там, значит, частные, да, какие-то бизнесмены в обход государства везут, да, значит, на передок какие-то, значит, гельмоков или еще чего. Это хорошо, если везут, но они могут точно так же и не везти ничего. Да, могут и не везти, да. И ничего. Но это не решает проблему, нет, это не те масштабы, которые необходимы. Это не система. А вот система-то пока что кряхтит и не разворачивается. И в этом одна из проблем основная. Для Украины Беларусь, опять же, каким может быть примером и должна быть, наверное, каким примером того, как можно жить спокойно, мирно, развиваясь, в том числе в союзе с Россией. И, да, последний, не мы же, опять же, портили отношения с Западом, они с нами испортили отношения. Сложный вопрос Юрий задали, ну, я бы на него, наверное, в трех плоскостях ответил. Знаете, сейчас говорят, МРТ делают, да, там, в трех плоскостях. Вот что-то в этом роде и мне нужно проанализировать. Первое. Смогут ли они когда-нибудь, да, воспринять наш белорусский пример хорошей жизни, как можно жить? Я верю, только верю, что это когда-нибудь произойдет. Потому что в основе-то своей, да, украинский народ нормальный, хороший народ, трудовой, трудяга. Нет плохих народов. Ну, нет, да, нет плохих народов, это точно. Но если говорить об украинцах, с которыми мы братья, кровные, то, наверное, у нас с ним особое, да, как бы чувство. И мы знаем, что они действительно, ну, 30 процентов, скажем, да, советской армии это были украинцы. Вот мы это сейчас ощущаем. И трудовые успехи, да, стаханов где, да, ну, я сейчас не буду сейчас все это перешлять. Не про ГЭС, там, и поехали, поехали. Но дело в том, что в начале 90-х годов, уже тогда наш хороший пример, украинцы не восприняли. Не потому, что они его не восприняли, ибо они его видели, как он есть на самом деле, а потому, что местная украинская пропаганда его искривляла через это кривое зеркало, да, и так далее. Я вам приведу простой пример. Я в то время жил на Украине, так что не могу вам соврать. И говорю это как свидетель. Вот когда наш президент белорусский, Александр Григорьевич Лукашенко, предложил только идею реинтеграции, дружбы союза с Российской Федерацией, и предложил идею дружбы трех народов, на Украине тут же поднялась волна о том, что белорусский народ лишен национального самосознания, что он не до народа, раз он идет на поклон к русским, и так далее, и так далее, как они это изображали. Что это вообще не нация, и что мы, белорусы, должны быть. Ну, я дальше не буду продолжать. Мы понимаем. У них по отношению к нам, вот в тот момент, у пропаганды государственной, это напоминает, было еще только Кравчук. И Кучма, якобы добрый, хороший президент. Это, в общем-то, да, дружественное считалось. Да, считалось дружественное. Да, считалось дружественное. Но есть родовые травмы. Я вам приведу другой, более глубокий пример. Когда в нас, в Бресте, подписывали Брестский мирный договор, то немцы сначала приглашали представителей БНР, да, фиктивные, как бы, да, формации, ну, хоть несколько, там, 10 человек, по-моему, приглашали поехать в Брест, поучаствовать в этих переговорах. Пока они ехали ночь, что-то у них там поменялось, у Гоффмана, который возглавлял немецкую делегацию, их в вагончик не пустили. А поменялось то, что Троцкий заявил, что не войны ни мира, ушел, и немцы, как бы, остались, они, белорусов, приглашали, чтобы они выступали, как бы, против россиян, ослабляли позицию советской России. А раз Троцкий ушел, то что, шуры-муры, а шуры-муры, сейчас какие-то тут белорусы, выкинули их, все, и начали подписывать, значит, вот, с украинцем. И подписали замечательный договор. Знаете, вот, суть в чем заключается? Потому что Украина оккупировалась немцами, ну, там, под благовидным предлогом, а значительная часть белорусских территорий уходила в украинцы. Да, по лесу почти все. Вот истина. Ни один украинец не возмутился по этому поводу, что ему попадают во владение белорусские земли. Вот суть украинского национализма. Если Зеленский и любые другие националисты победят, то мы будем под угрозой, наша территориальная целостность будет под угрозой не только со стороны поляков, но и со стороны украинцев. Поэтому нам нужны непростые, да, как бы отношения, независимость того, кто в Киеве. Это была от наших, так скажем, ошибка, я считаю. И наша, и россиян. Мы говорим, нам все равно, кто там будет. Вот мы допрыгались, что нам было все равно, кто, мы будем иметь дело с любым. Вот имеем теперь дело с Зеленским. Это наше ближайшее окружение, это наша сфера влияния. Мы об этом должны не стесняться и прямо говорить о наших геополитических интересах белорусской страны, белорусского народа. Ну, скажем, ну, тут много тем мы можем поднимать, но это одна из важнейших. Мы должны быть обезопасены и со стороны Польши, и со стороны Украины. И нам абсолютно не все равно, кто там находится. Поэтому украинский народ сможет что-либо осознать и понять, воспринять то полезное, что делает белорусский народ, только тогда, когда там будет установлена правильная народная власть. Власть, я в том смысле, отражающая интересы народа украинского, вот того самого трудового, а не олигархов и так далее. Потому что, если вы посчитаете олигархов украинцев, ну, давайте вещи называть своими именами. Там половина, если не 80%, вообще не украинцев. Там поехали Аваков, Тимошенко, армянка, я не буду сейчас перечислять, Ахметов, Зеленский, Порошенко. Это не украинцы. Но они восприняли украинский национализм как идеологию, которая помогает им захватываться новой и новой территорией, перебирать к рукам все новые и новые авуары. Тот же Порошенко нахапался Киевская фабрика, да, началась с этого. Потом, значит, Ленинскую кузню, которая делала подводные лодки в Киеве. Затем почему-то ему зачем-то понадобился в Севастополе ремонтный завод Черноморского... Он где мог, грубо говоря, что плохо лежит, он все охватал. Надо ему, не надо и так далее. Это инстинкт алчности. И вот этих алчных акул, так скажем, безумных, которые пошли на услужение американцам, потому что они поняли, что рано или поздно без Америки они не смогут удержаться у власти. Вот этих людей просто-напросто надо убрать, чтобы они не мешали белорусскому и украинскому народу восстанавливать свои добрые отношения. Это произойдет неизбежно. Это произойдет неизбежно. Ну, вопрос не в том, что этих людей убрать. Вопрос когда? Вопрос когда? Это понятно тоже. Я к тому, что этих, допустим, убрали, но пришли такие же, вот что... Этих хотя бы знают. Такие же по тому, что они простые. Знаете, да? Знаете, есть африканская мудрая пословица. Я ее воспроизведу. Значит, идет белый по саванне, смотрит, значит, к Баобабу привязан человек, голый, да? И, значит, на него насыпали муравьев. И они его жрут. Это такая пытка до смерти. Ну, белый бросается тут же, сбрасывает этих, значит, развязывает его. А он говорит, что ты наделал? Как что? Вот ты этих стряхнул? Они уже нажрались. Они меня мало кусали. А сейчас придут новые. И у меня будут новые муки. Вот это психология украинского народа. Они претерпелись, да, вот к этим панам, которые к ним пришли с 91-го года. И думали, что ну как-нибудь там нышком-тышком, как говорил Кравчук, помеж кроплынками просочимся. Не просочились. Не бывает такого. Надо уходить от этого Баобаба, встряхивать этих муравьев и искать себе настоящую, да, как говорится, свободу. Хочется верить, что украинский народ родит в себе какого-то лидера, который, во-первых, сможет объединить эту страну, ну, по-всякому счету, что у него пока еще осталось, но народ-то никуда не денется, в любом случае, как ни крути. И у этого народа такой же запрос, на такую же справедливость, я уверен. И на справедливого лидера, который и рассудит, и управит как надо. Ну, мы же славяне, мы же одинаково в этом смысле. Но вот 30 лет никак не получилось, вот не появился такой человек у них. Это, знаете, тоже проблема, может быть, чисто специфическая для Украины. Вот я хочу воспроизвести украинскую поговорку. Украинцы говорят так. Там, где сошлись два украинца, там три геттмана. Более того, был такой Винниченко, первый президент УНР, Украинской Народной Республики. О нем, почему-то, вот сейчас заметьте, украинцы не вспоминают, даже украинские националисты. Потому что он разочаровался. И он когда-то написал в своих мемуарах, что Украина не сможет обрести государство. Обрести может, а удержать не сможет. Потому что она ее заболтает или отдаст бандитам. Потому что обычно ее делают интеллигенты, а потом приходят бандиты, ну там Петлюра, еще кто-то. И вот то, что махно, и что получается, то получается. Я бы так сказал, украинскому народу на самом деле нужно думать не о самостийности, не о незалежности, как они ее представляют, по заблоковости, там еще чего-то. А о взрослости, мышлении своего. Надо соответствовать своим амбициям на государственности. Вот белорусский народ, небольшой народ, вроде бы, по сравнению с украинским, да? Но у него как раз, я могу вернуть, да, эту самую посылку в начале 90-х годов, у него как раз есть это сознание. Вот здравомыслие. Мы понимаем, что от добра добра не желают. Что нельзя предавать память своих отцов и предков. Что, грубо говоря, где родился, там и пригодился. А сколько украинцев живет сейчас в Канаде, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки, в Аргентине. Не только сегодня. Это давно. Это исторически. Понимаете, в чем дело? Поэтому белорусов вы там столько и... Там есть тоже что-то такое. Есть что-то и в национальном характере белорусов такое, да, грубо говоря, которое удерживает у нас, да, здравый смысл. Мы вот в истинном смысле здравомыслящие и трудовые люди. И поэтому мы не спешим кидаться из крайности в крайность. Как украинцы, да? То они дружили, были 350 лет дружбы с Российской Федерации, с русским народом, там, и так далее, и так далее. То они, значит, ненавидят этих русских, отвергают и тому подобное. Ну, а возвращаясь к перспективе, конечно же, рано или поздно братство наше восстановится. Я в этом уверен. Но просто вот, как вы сказали, 30 лет пропаганды не с 2014 года началась. Она началась буквально еще даже с 1987 года. Ну... Да, еще до перестройки. Потому что иначе бы не было бы вот этого выхода из СССР, и развала, и так далее, и так далее. Вот эти почти уже 40 лет пропаганды, они должны были принести определенные плоды. И они их принесли. Самое страшное из этих плодов, они породили целые, уже два поколения людей, которые убеждены, что им нужно воевать с Россией. В том или ином виде. Сначала экономически, да? А потом даже в буквальном смысле этого слова. Вот сейчас нужно, чтобы эти два поколения ушли. Как? Почему? Но, смею вас заверить, это вот... То есть, это не скорая задача. Я уже где-то как-то сказал. Лет через 30. Тогда да. Тогда придут новые люди, которые поймут, да? Что действительно вот в дружбе, да? В интеграции, в объединении у них все хорошо, и они не отдадут. Ну, вы знаете, я, собственно, когда вот и рассуждаю об этом, я не говорю о том, что это должно случиться вот по щелчку и завтра. Нет. Я тоже прекрасно понимаю, что это долгий процесс. Если я назвал минимальный срок. Это... Так, посмотрите, да? Если мы говорим 40 лет пропаганды... Вот столько же, видимо, да. Ну, наверное... Обратной пропаганды надо. Можно предположить, что обратной, допустим, да, надо примерно 100 лет. Поэтому в ближайшее время... Если не больше. В ближайшее время, вы даже исходите с того, что это государство несет нам угрозу. Обидно. Ну, я желаю, конечно, вам долгих лет, но есть такое ощущение, что это все случится просто не в нашей жизни. Мы этого не увидим уже. Мы будем стараться, Юрий. Да, но сделать что-то, наверное, это в наших силах, чтобы это время как можно быстрее наступило. Самое главное – защитить наш народ, наше государство. В конце концов, я сейчас... Так ведь все разговоры об Украине, о том, что еще там происходит, они же вот для нас абсолютно прикладные. Самое главное – мы сейчас выступаем единым идейным фронтом. Мы предлагаем мир. Если вы не готовы на мир, если вы на нас идете войной, ну что ж, получите то, что вы хотели получить. В той доле, согласно купленным билетам. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Спасибо вам огромное за этот разговор, за ваше рассуждение. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok